Владимир Ильич Ленин. Выборы в учредительное собрание и диктатура пролетариата. В сборнике социалистов-революционеров «Год русской революции 1917-1918 года. Москва. 1918 год. Московское издательство «Земля и воля» помещена замечательно интересная статья «Святицкого. Итоги выборов во Всероссийское учредительное собрание. Предисловие». Автор дает цифры по 54 избирательным округам из общего числа 79. В состав обследования автора вошли почти все губернии Европейской России и Сибири. Не вошли из этого числа губернии. А Вонецкая, Эстлянская, Калужская, Бессарабская, Подольская, Оренбургская, Якутская и Донская. Мы приведем сначала основные итоги, опубликованные Н.В. Светицким, а затем рассмотрим политические выводы, которые из этих данных вытекают. По 54 округам было подано всего в ноябре 1917 года 36 262 560 голосов. Автор приводит цифру 36 257 960, распределенную по семи областям плюс армия и флот. Но итог приводимых им цифр по отдельным партиям дает именно указанную мной цифру. Распределение по партиям таково. СССРы русские получили 16,5 миллионов голосов. А если присоединить СССРов других наций, украинских, мусульманских и прочих, и прочих, то 20,9 миллионов, то есть 58%. Меньшевики получили 668 064 голоса. А если прибавить сюда аналогичные группы народных социалистов 312 000, единство 25 000, кооператоров 51 000, украинских социал-демократов 95 000, украинских социалистов 507 000, немецких социалистов 44 000 и финских социалистов 14 000, то получим итог 1,7 миллиона. Большевики получили 9 миллионов 23 тысячи 963 голоса. Кадеты получили 1 миллион 856 тысяч 639 голосов. Прибавляя к ним союз земельных собственников и землевладельцев 215 тысяч, правые группы 292 тысячи, старообрядцев 73 тысячи, националистов еврейских 550 тысяч, мусульманских 576 тысяч, башкиров 195 тысяч, латышей 67 тысяч, поляков 155 тысяч, казаков 79 тысяч, немцев 130 тысяч, белорусов 12 тысяч, и списки разных групп и организаций 418 тысяч, получаем итог, помещичьих и буржуазных партий 4,6 миллиона. Известно, что эсеры и меньшевики шли в блоки в течение всего периода революции с февраля по октябрь 1917 года. Кроме того, все развитие событий и за это время, и после него доказало определенно, что обе эти партии вместе представляют мелкобуржуазную демократию, которая так же ошибочно мнит и называет себя социалистическую, как и все партии второго интернационала. Объединяя три основные группы партий на выборах в учредительное собрание, мы получаем такой итог. Партия пролетариата, большевики, 9,2 миллиона, или 25%. Партии мелкобуржуазной демократии, социалисты, революционеры, меньшевики и тому подобные, 22,62 миллиона, или 62%. Партии помещиков и буржуазии, кадеты и тому подобные 4,62 миллиона, или 13%. Всего проголосовавших 36,26 миллиона, ну либо 100%. Приведем теперь данные, которые НВ Светицкий дает по областям. Северная область за эссеров 38%, за большевиков 40%, за кадетов 13%. Центрально-промышленная область за эссеров 38%, за большевиков 44%, за кадетов 10%. Поволжская черноземная область за кадетов 4%. Западная область за эссеров 43%, за большевиков 44%, за кадетов 2%. Восточно-Уральская область за эссеров 43%, за большевиков 12%, за кадетов 5%. Восточно-Уральская область за эссеров 43%, либо 62%, это получается Светицким при добавлении мусульманских и чувашских эссеров. За большевиков 12%, за кадетов 5%. Сибирская область за эссеров 75%, за большевиков 10%, за кадетов 3%. Украинская область за эссеров 25%, но цифру в скобках 77% дает Владимир Ильич Ленин, добавляя сюда украинских эссеров. За большевиков 10%, за кадетов 4%. В армии-флоте за эссеров проголосовало 43%, за большевиков 38%, за кадетов 1%. Из этих данных видно, что большевики были во время выборов в учредительное собрание партии пролетариата, эссеры, партии крестьянства. В чисто крестьянских районах, великорусских, поволжско-черноземный Сибирь-Восточно-Уральский и украинском, эссеры имели от 62% до 77% голосов. В промышленных центрах большевики имели преобладание над эссерами. Это преобладание преуменьшено в тех порайонных данных, которые привел НВС Витицкий, ибо наиболее промышленные округа соединены у него с малопромышленными и вовсе непромышленными. Погубернские данные, приводимые Светицким для партии эссеров, большевиков, кадетов и затем национальных и других групп, показывают, например, следующее. В Северной области преобладание большевиков кажется ничтожным – 40% против 38%. Но в этой области соединены непромышленные округа – губернии Архангельская, Вологодская, Новгородская, Псковская, где преобладали эссеры, и промышленные – Петроград столичный, 45% большевиков по числу голосов, 16% эссеров, Петроградская губерния, где 50% большевиков, а 26% эссеров, Лифлянская, где 72% большевиков, а эссеров – ноль. Из губернии Центрально-промышленной области Московская дала 56% голосов большевиков против 25% голосов эссеров. Московский столичный округ – это 50% большевиков, 8% эссеров, Тверская губерния – это 54% большевиков, 39% эссеров, Владимирская – это 56% большевиков и 32% эссеров. Отметим мимоходом, как смешаны перед лицом таких фактов речи о том, будто большевики имели и имеют за собой меньшинство пролетариата. А эти речи слышим мы и от меньшевиков – 668 тысяч голосов, а с добавлением за Кавказье еще 700-800 тысяч против 9 миллионов у большевиков, и ассоциал предателей второго интернационала. Как же могло произойти такое чудо, как победа большевиков, имевших четверть голосов над мелкобуржуазными демократами, шедшими в союзе коалиции с буржуазией и вместе с ней владевшими тремя четвертями голосов? Ибо отрицать факт победы теперь, после двух лет помощи Антанты, всемирно-могущественной Антанты, всем противникам большевизма просто смешно. В том-то и дело, что бешеная политическая ненависть потерпевших поражения, в том числе всех сторонников второго интернационала, не позволяет им даже поставить серьезно интереснейший исторический и политический вопрос о причинах победы большевиков. В том-то и дело, что чудо есть тут лишь с точки зрения вулькарной, мелкобуржуазной демократии. Вся глубина невежества и предрассудков каковой, демократии, разоблачается этим вопросом и ответом на него. С точки зрения классовой борьбы и социализма, с этой точки зрения, покинутой вторым интернационалом, вопрос разрешается бесспорно. Большевики победили прежде всего потому, что имели за собой громадное большинство пролетариата, а в нем сознательную, энергичную, революционную часть, настоящий авангард этого передового класса. Возьмем обе столицы – Петроград и Москву. Всего голосов в учредительное собрание подано было в них 1 миллион 765,1 тысяч. Из них получили эссеры – 218 тысяч, большевики – 837 тысяч, кадеты – 515 тысяч. 515,4 тысяч. Сколько бы мелкобуржуазные демократы, называющие себя социалистами и социал-демократами, Черновы, Мартовы, Каутские, Лонги, Макдональды и компания, не разбивали себе лба перед богинями равенства, всеобщего голосования, демократии, чистой демократии или последовательной демократии, от этого не исчезнет экономический и политический факт неравенства города и деревни. Это факт неизбежный при капитализме вообще, при переходе от капитализма к коммунизму в частности. Город не может быть равен деревне, деревня не может быть равна городу в исторических условиях этой эпохи. Город неизбежно ведет за собой деревню. Деревня неизбежно идет за городом. Вопрос только в том, какой класс из городских классов сумеет вести за собой деревню, осилит эту задачу и какие формы это руководство города примет. Большевики имели за собой в ноябре 1917 года гигантское большинство пролетариата. Конкурирующая с ними среди пролетариата партия, партия меньшевиков, была разбита к этому времени на голову. 9 миллионов голосов против 1,4 миллиона, если сложить 668 тысяч и 700-800 тысяч за Кавказе. И при том разбита была эта партия в 15-летней борьбе с 1903 по 1917, которая закалила, просветила, организовала авангард пролетариата, выковав из него действительно революционный авангард. И при том, первая революция 1905 года подготовила дальнейшее развитие, определила практически взаимоотношения обеих партий, сыграла роль генеральной репетиции по отношению к великим событиям 1917-1919 годов. Мелкобуржуазные демократы, называющие себя социалистами второго интернационала, любят отделываться от серьезнейшего исторического вопроса сладенькими фразами о пользе единства пролетариата. За этим сладеньким фразерством они забывают исторический факт накопления оппортунизма в рабочем движении 1871 с 1871 по 1914 годов. Забывают или не хотят подумать о причинах краха оппортунизма в августе 1914 года, о причинах раскола международного социализма в 1914-1917 годах. Без серьезнейшей и всесторонней подготовки революционной части пролетариата к изгнанию и подавлению оппортунизма, нелепо и думать о диктатуре пролетариата. Этот урок русской революции надо бы зарубить на носу вождям независимой германской социал-демократии, французского социализма и тому подобных, которые хотят теперь вывернуться посредством словесного признания диктатуры пролетариата. Далее, большевики имели за собой не только большинство пролетариата, не только закаленный в долгой и упорной борьбе с оппортунизмом революционный авангард пролетариата. Они имели, если позволительно употребить военный термин, могучий ударный кулак в столицах. В решающий момент, в решающем пункте иметь подавляющий перевес сил, этот закон военных успехов есть также закон политического успеха, особенно в той ожесточенной кипучей войне классов, которая называется революцией. Столицы или вообще крупнейшие торгово-промышленные центры – у нас в России эти понятия совпадали, но они не всегда совпадают – в значительной степени решают политическую судьбу народа, разумеется, при условии поддержки центров достаточными местными деревенскими силами, хотя бы это была не немедленная поддержка. В обеих столицах, в обоих главнейших для России торгово-промышленных центрах, большевики имели подавляющий, решающий перевес сил. Мы имели здесь почти вчетверо больше, чем эссеры. Мы имели здесь больше, чем эссеры и кадеты вместе взятые. Наши противники, кроме того, были раздроблены, ибо коалиция кадетов с эссерами и меньшевиками – меньшевики имели в Петрограде и в Москве всего по 3% голосов – была до последней степени скомпрометирована среди трудящихся масс. Ни о каком действительном единстве эссеров и меньшевиков с кадетами против нас не могло быть и речи в тот момент. Как известно, в ноябре 1917 года даже вожди эссеров и меньшевиков, во сто раз более близкие к идее блока с кадетами, чем эссеровские и меньшевистские рабочие и крестьяне, даже эти вожди думали и торговались с нами насчет коалиции с большевиками без кадетов. Столицы мы завоевали в октябре-ноябре 1917 года наверняка, имея подавляющий перевес сил и самую солидную политическую подготовку как в смысле собирания, сосредоточения, обучения, испытания, закала большевистских армий, так и в смысле разложения, обессиления, разъединения, деморализации армий неприятеля. А имея возможность наверняка быстрым, решающим ударом завоевать обе столицы, оба центра всей капиталистической машины государства, как в экономическом, так и в политическом отношении, мы, несмотря на бешеное сопротивление бюрократии и интеллигенции, саботаж и так далее, могли при помощи центрального аппарата государственной власти доказать делами, трудящимся непролетарским массам, что пролетариат – единственный надежный союзник, друг и руководитель их. Но прежде, чем переходить к этому самому важному вопросу, вопросу об отношении пролетариата к непролетарским трудящимся массам, следует еще остановиться на армии. Армия во время империалистической войны вобрала в себя весь цвет народных сил. И если оппортунистическая сволочь второго интернационала не только социал-шовинисты, то есть прямо перешедшие на сторону защиты Отечества, Шейдеманы и Ренаделли, но и центровики, своими словами и делами укрепляло подчинение армии, руководству империалистических разбойников, как немецкой, так и англо-французской группы, то настоящие пролетарские революционеры никогда не забывали слов Маркса, сказанных в 1870 году. Буржуазия научит пролетариат владеть оружием, а защите Отечества в империалистской, то есть с обеих сторон грабительской войне, могли говорить только австро-немецкие и англо-франко-русские предатели социализма, а пролетарские революционеры все внимание направляли, начиная с августа 1914 года, на революционизирование армии, на использование ее против империалистских разбойников буржуазии, на превращение несправедливой и грабительской войны между двумя группами империалистских хищников в справедливую и законную войну пролетариев и угнетенных трудящихся масс каждой страны против своей национальной буржуазии. Предатели социализма не подготовили за 1914-1917 годы использование армий против империалистских правительств каждой нации. Большевики подготовили это всей своей пропагандой, агитацией, нелегально-организационной работой с августа 1914 года. Конечно, предатели социализма, шейдеманы и каутские всех наций отделывались по этому поводу фразами о разложении армии большевистской агитации, но мы гордимся тем, что исполнили свой долг, разлагая силы нашего классового врага, отвоевывая у него вооруженные массы рабочих и крестьян для борьбы против эксплуататоров. Результаты нашей работы сказались, между прочим, и на том голосовании по выборам в учредительное собрание в ноябре 1917 года, в котором голосовании участвовала в России и армия. Вот главные результаты этого голосования, как их приводит Н.В. Светицкий. Число голосов в тысячах, поданных в ноябре 1917 года на выборах в учредительное собрание. Части армии и флота Северный фронт За эсеров 240, За большевиков 480, За национальные группы 60, Всего 780. Западная часть армии За эсеров 180,6, За большевиков 653,4, За кадетов 16,7, За национальные группы 125,2. Итого 976. Юго-западная часть армии За эсеров 402,9, За большевиков 300,1, За кадетов 13,7, За национальные группы 290,6, Итого 1007,4. Румынская часть армии флота За эсеров 679,4, За большевиков 167, За кадетов 21,4, За национальные и другие группы 260,7, Итого 1128,6. Кавказская часть армии флота За эсеров 360, За большевиков 60, За кадетов неизвестно, За национальные и другие группы никто не проголосовал, Итого 420, Балтийский флот проголосовал За эсеров не одного, За большевиков 120, За кадетов не одного, За национальные и другие группы никого, Итого всего 120. Черноморский флот проголосовал За эсеров 22,2, За большевиков 10,8, За национальные и другие группы 19,5, Итого 52,5, Итого за эсеров проголосовали 1885,1, За большевиков 1671,3, За кадетов 51,080, За национальные и другие группы 756, Всего проголосовавших 4364,5, Следовательно, большевики получили Немногим менее, чем эсеры. Армия была, следовательно, Уже к октябрю-ноябрю 1917 года На половину большевистской. Без этого мы не могли бы победить. Но, имея почти половину голосов в армии вообще, Мы имели подавляющий перевес на фронтах, Ближайших к столицам И вообще расположенных нечрезмерно далеко. Если вычесть Кавказский фронт, То у большевиков, в общем, Получается перевес над эсерами. А если взять Северный и Западный фронты, То у большевиков получается Свыше 1 миллиона голосов Против 420 тысяч у эсеров. Следовательно, в армии большевики Тоже имели уже к ноябрю 1917 года Политический ударный кулак, Который обеспечивал им Подавляющий перевес сил В решающем пункте в решающий момент. Ни о каком сопротивлении Со стороны армии Против Октябрьской революции пролетариата, Против завоевания политической власти пролетариатам Не могло быть и речи, Когда на Северном и Западном фронтах У большевиков был гигантский перевес, А на остальных фронтах, удаленных от центра, Большевики имели время и возможность Отвоевать крестьян у эсеровской партии, О чем пойдет речь ниже. Мы изучили на основании данных О выборах в учредительное собрание Три условия победы большевизма. Первое. Подавляющее большинство среди пролетариата. Второе. Почти половина в армии. Третье. Подавляющий перевес сил В решающий момент, В решающих пунктах, Именно в столицах И на фронтах армии, Близких к центру. Но эти условия Могли бы дать лишь Самую кратковременную И непрочную победу, Если бы большевики Не могли привлечь на свою сторону Большинство Непролетарских трудящихся масс, Отвоевать их себе У эсеров и прочих Мелкобуржуазных партий. Главное именно в этом. И главный источник Непонимания диктатуры пролетариата Со стороны социалистов, Читая мелкобуржуазных демократов Второго интернационала, Состоит в непонимании Ими того, что Государственная власть В руках одного класса Пролетариата Может и должна Стать орудием Привлечения на сторону Пролетариата Непролетарских трудящихся масс, Орудием отвоевания Этих массу буржуазии И мелкобуржуазных партий, Полные мелкобуржуазных предрассудков, Забывшие самое главное В учении Маркса О государстве, Господа социалисты Второго интернационала, Смотрят на государственную власть Как на какую-то святыню, Идол, Или равнодействующую Формальных голосований Абсолют последовательной демократии И как там еще подобная ерунда называется Они не видят в государственной власти Просто орудия, Которым разные классы Могут и должны пользоваться И уметь пользоваться В своих классовых целях Буржуазия Пользовалась государственной властью Как орудием класса капиталистов Против пролетариата Против всех трудящихся Так было При самых демократических Буржуазных республиках Только изменники марксизма Забыли это Пролетариат должен Собрав достаточно сильные Политические и военные Ударные кулаки Низвергнуть буржуазию Отнять у нее государственную власть Чтобы это орудие Пустить в ход ради Своих классовых целей А каковы классовые цели пролетариата Подавление Сопротивление Буржуазии Нейтрализация Крестьянства А по возможности Привлечение его Во всяком случае Большинства Его трудящейся Не эксплуататорской части На свою сторону Организация крупного Машинного производства На экспроприированных У буржуазии Фабриках И средствах производства Вообще Организация социализма На развалинах капитализма Господа оппортунисты В том числе и каутскианцы Учат народ В издевку Над учением Маркса Пролетариат должен Сначала завоевать Большинство Посредством Всеобщего Избирательного права Потом получить На основании Такого голосования Большинства Государственную власть И затем Уже На этой основе Последовательной Иные говорят Чистой демократии Организовать Социализм А мы говорим На основании Учения Маркса И опыта Русской революции Пролетариат Должен сначала Низвергнуть Буржуазию И завоевать себе Государственную власть А потом Эту государственную власть То есть Диктатуру Пролетариата Использовать Как орудие Своего класса В целях Приобретения Сочувствия Большинства Трудящихся Каким образом Государственная власть В руках Пролетариата Может стать Орудием Его классовой борьбы За влияние На непролетарские Трудящиеся Массы За привлечение Их на сторону Пролетариата За оторвание Отвоевания Их От буржуазии Во-первых Пролетариат Достигает Этого тем Что пускает В ход Не старый Аппарат Государственной Власти А ломает Его В дребезге Не оставляет В нем Камня на камне Вопреки Воплям Запуганных Мещан И угрозам Саботажников И создает Новый Государственный Аппарат Этот новый Государственный Аппарат Приспособлен К диктатуре Пролетариата И к его борьбе Против Буржуазии За непролетарские Трудящиеся Массы Этот новый Аппарат Не выдуман Кем-либо А вырастает Из классовой Борьбы Пролетариата Из ее Распространения Вширь И вглубь Этот новый Аппарат Государственной Власти Новый Тип Государственной Власти Есть Советская Власть Российский Пролетариат Завоевав Государственную Власть Немедленно Через Несколько Часов Объявил Старый Государственный Аппарат Веками Приспособляемый Как показал Маркс Служению Классовым Интересам Буржуазии Хотя бы При самой Демократической Республике Распущенным И передал Всю Власть Советом А в Советы Допускались Только Трудящиеся И эксплуатируемые При Исключении Всех И всяческих Эксплуататоров Таким Путем Сразу Одним Ударом Немедленно После Завоевания Государственной Власти Пролетариата Пролетариат Отвоевывает У буржуазии Громадную Массу Ее Сторонников Из Мелкобуржуазных И Социалистических Партий Ибо Эта Масса Трудящиеся И эксплуатируемые Которых Буржуазия В том числе Ее подпевала Черновая Каутская Мартовая Компания Обманывала И которые Получив Советскую Власть Получают Впервые Орудия Массовой Борьбы За свои Интересы Против Буржуазии Во-вторых Пролетариат Может И должен Сразу Или Во всяком Случае Очень Быстро Отвоевать У буржуазии И у Мелкобуржуазной Демократии Их Массы То есть Массы Шедшие За ними Отвоевать Посредством Революционного Удовлетворения Их Наиболее Насущных Экономических Нужд Ценой Экспроприации Помещиков И буржуазии Буржуазия Этого Сделать Не Может Хотя Бы Она Обладала Какой Угодно Могучей Государственной Властью Пролетариат На другой Жи День После Завоевания Им Государственной Власти Это Сделать Может Ибо Он Имеет Для Этого И Аппарат Советы И Экономические Средства Экспроприация Помещиков И буржуазии Именно Так Российский Пролетариат Отвоевал У эсеров Крестьянство И Отвоевал Буквально Через Несколько Часов После Завоевания Пролетариатом Государственной Власти Ибо Через Несколько Часов После Победы Над Буржуазией В Петрограде Победивший Пролетариат Издал Декрет О Земле А в этом Декрете Целиком И сразу С революционной Быстротой Энергией И Беззаветностью Осуществил Все Насущные Экономические Нужды Большинства Крестьян Экспорприировал Полностью И без Выкупа Помещиков Чтобы Доказать Крестьянам Что Пролетарии Хотят Не Майоризировать Их Не Командовать Ими А Помогать Им И быть Друзьями Их Победившие Большевики Ни Слова Своего Не Вставили В декрет О Земле А Списали Его Слово В слово С тех Крестьянских Наказов Наиболее Революционных Конечно Которые Были Опубликованы Эссерами В Эссеровской Газете Эссеры Кипятились Возмущались Негодовали Вопили Что Большевики Украли Их Программу Но Над Эссерами За это Только Смеялись Хороша Же Партия Которую Надо Было Победить И Прогнать Из Правительства Чтобы Осуществить Все Революционное Все Полезное Для Трудящихся Из Ее Программы Вот Этой Диалектики Никогда Не Могли Понять Предатели Тупицы Эпиданты Второго Интернационала Пролетариат Не может Победить Не завоевывая На свою Сторону Большинства Населения Но Ограничивать Или Обусловливать Это завоевание Приобретение Большинства Голосов На выборах При Господстве Буржуазии Есть Непроходимое Скудаумие Или Просто Надувательство Рабочих Чтобы Завоевать Большинство Населения На свою Сторону Пролетариат Он должен Во-первых Свергнуть Буржуазию И захватить Государственную Власть В свои руки Он должен Во-вторых Ввести Советскую Власть Разбив Дребезги Старый Государственный Аппарат Чем он Сразу Подрывает Господство Авторитет Влияние Буржуазии И мелкобуржуазных Соглашателей В среде Непролетарских Трудящихся Масс Он должен В-третьих Добить Влияние Буржуазии И мелкобуржуазных Соглашателей Среди Большинства Непролетарских Трудящихся Масс Революционным Осуществлением Их Экономических Нужд Насчет Эксплуататоров Возможность Всего Этого Дана Разумеется Лишь Известной Высотой Капиталистического Развития Без Этого Основного Условия Не может быть Ни выделения Пролетариата В особый Класс Ни успеха Его длительной Подготовки Воспитания Обучения Испытания В борьбе На долгих Годах Стальчик Демонстрации Опозорения И изгнания Оппортунистов Без этого Основного Условия Не может быть Той роли Экономической И политической Центров Овладевая Которыми Пролетариат Овладевает Всей Государственной Властью Или вернее Ее жизненным Нервом Сердцевиной Узлом Без этого Основного Условия Не может быть Той родственности Близости Связи Между положением Пролетариата И положением Непролетарских Трудящихся Масс Которые Родственность Близость Связь Необходимы Для влияния Пролетариата На эти массы Для успеха Его воздействия На них Пойдем Дальше Пролетариат Может завоевать Государственную Власть Осуществить Советский Строй Удовлетворить Экономически Большинство Трудящихся За счет Эксплуататоров Достаточно Ли этого Для полной И окончательной Победы Нет Только Иллюзия Мелкобуржуазных Демократов Социалистов И социал-демократов Как их Главных Современных Представителей Может Воображать Что при капитализме Трудящиеся Массы В состоянии Приобрести Столь высокую Сознательность Твердость Характера Проницательность И широкий Политический Кругозор Чтобы иметь Возможность Одним Голосованием Решить Или вообще Как бы то ни было Наперед Решить Без долгого Опыта Борьбы Что они Идут За таким-то Классом Или за Такой-то Партией Это иллюзия Это Слащавая Побасен Капидантов И слащавых Социалистов Типа Каутских Лонге Макдональдов Капитализм Не был бы капитализмом Если бы он С одной стороны Не осуждал массы На состояние Забитости Задавленности Запуганности Распыленности Деревня Темноты Если бы он Капитализм С другой стороны Не давал буржуазии В руки гигантского Аппарата лжи И обмана Массового надувания Рабочих и крестьян Отупления их И так далее Поэтому Вывести Трудящихся Из капитализма Коммунизму Способен Только пролетариат О решении Наперед Со стороны Мелкобуржуазной Или полумелкобуржуазной Массы Трудящихся С важнейшего Политического Вопроса Быть вместе С рабочим Классом Или с буржуазией Нечего и думать Неизбежны Колебания Непролетарских Трудящихся Слоев Неизбежен Их Собственный Практический Опыт Позволяющий Сравнить Руководство Буржуазии И руководство Пролетариата Вот это Обстоятельство И упускают Постоянно Извиду Поклонники Последователь Демократии Воображающие Что серьезнейшие Политические Вопросы Могут Быть решены Голосованиями На деле Эти вопросы Если они Остры И обострены Борьбой Решает Гражданская Война А в этой Войне Гигантское Значение Имеет Опыт Непролетарских Трудящихся Масс Крестьян В первую Голову Опыт Сравнения Сопоставления Ими Власти Пролетариата С властью Буржуазии Выборы Вочередительные Собрания В России В ноябре 1917 Года Сопоставленные С двухлетней Гражданской Войной 1917 1919 Годов Чрезвычайно Поучительны В этом отношении Посмотрите Какие районы Оказались Наименее Большевистскими Во-первых Восточно-Уральский И Сибирский 12% И 10% Голосов За большевиков Во-вторых Украина 10% Голосов За большевиков Из остальных Районов Наименьший Процент Голосов За большевиков Дает Крестьянский Район Великороссии Поволжско-Черноземный Но в нем За большевиков Подано 16% Голосов И вот Именно В тех Районах Где Процент Большевистских Голосов В ноябре 1917 Года Был Наименьший Мы Наблюдаем Наибольший Успех Контрреволюционных Движений Восстаний Организации Сил Контрреволюции Именно В этих Районах Держалась Месяцы И месяцы Власть Колчака И Деникина Колебания Мелкобуржуазного Населения Там Где меньше Всего Влияния Пролетариата Обнаружились В этих Районах С особенной Яркостью Сначала Сначала За Большевиков Когда Они Дали Землю И Демобилизованные Солдаты Принесли Весть О мире Потом Против Большевиков Когда Они В интересах Интернационального Развития Революции И сохранения Ее Очага В России Пошли На Брестский Мир Оскорбив Самые Глубокие Мелкобуржуазные Чувства Патриотические Диктатура Пролетариата Не понравилась Крестьянам Особенно Там Где Больше Всего Излишков Хлеба Когда Большевики Показали Что Будут Строго И Властно Добиваться Передачи Этих Излишков Государству По Твердым Ценам Крестьянство Урала Сибири Украины Поворачивает Колчаку Идиникину Далее Опыт Колчаковской Идиникинской Демократии О которой Любой Газетчик Колчаки Идиникии Кричал В каждом Номере Белогвардейских Газет Показал Крестьянам Что Фразы О демократии И об Учредиловке Служат На деле Лишь Прикрытием Диктатуры Помещика И капиталиста Начинается Новый Поворот К Большевизму Разрастаются Крестьянские Восстания В тылу У Колчака И у Деникина Красные Войска Встречаются Крестьянами Как освободители В последнем Счете Именно Эти колебания Крестьянства Как главного Представителя Мелкобуржуазной Массы Трудящихся Решали Судьбу Советской Власти И власти Колчака Деникина Но до этого Последнего Счета Проходил Довольно Продолжительный Период Тяжелой Борьбы И мучительных Испытаний Которые Не закончены В России В течение Двух лет Не закончены Как раз В Сибири И на Украине И нельзя Ручаться Что они Будут Окончательно Закончены Сторонники Последовательной Демократии Не вдумывались В значение Этого Исторического Факта Они рисовали И рисуют Себе Детскую Сказочку Будто Пролетариат При капитализме Можно Убедить Большинство Трудящихся И прочно Завоевать Их На свою Сторону Голосованиями А действительность Показывает Что приводит Ее После сравнения Диктатуры Пролетариата С диктатурой Капиталистов К выводу Что первое Лучше Последней Теоретически Все социалисты Учившиеся Марксизму И желающие Учитывать Опыт Политической Истории Передовых Стран В течение 19 века Признают Неизбежность Колебаний Мелкой Буржуазии Между Пролетариатом И классом Капиталистов Экономические Корни Этих Колебаний С очевидностью Вскрываются Экономической Наукой Истины Которые Миллионы Раз повторялись В газетах Листках Брошюрах Социалистов Второго Интернационала Но применить Эти истины К своеобразной Эпохе Диктатуры Пролетариата Люди Не умеют Мелкобуржуазно-демократические Предрассудки И иллюзии Насчет равенства Классов Насчет последовательной Или чистой Демократии Насчет решения Великих исторических Вопросов Голосованием И тому подобное Они ставят на место Классовой борьбы Не хотят понять Что завоевавший Государственную власть Пролетариат Не прекращает Этим Свою Классовую Борьбу А продолжает Ее В иной Форме Иными Средствами Диктатура Пролетариата Есть Классовая Борьба Пролетариата При помощи Такого орудия Как Государственная Власть Классовая Борьба Одной из Задач Которой Является Демонстрирование На долгом Опыте На долгом Ряде Практических Примеров Демонстрирование Непролетарским Трудящимся Своям Что им Выгоднее Быть За диктатуру Пролетариата Чем за диктатуру Буржуазии И что Ничего Третьего Быть Не может Данные О выборах В учредительное Собрание В ноябре 1917 Года Дают нам Основной Фон Той Картины Которую Показывает В течение Двух лет После этого Развитие Гражданской Войны Основные Силы В этой Войне С ясностью Видны Уже На выборах В учредительное Собрание Видна роль Ударного Кулака Пролетарской Армии Видна роль Колеблющегося Крестьянства Видна роль Буржуазии Кадеты Пишет В своей Статье Н.В. Светицкий Имели Наибольший Успех В тех Же Областях Где И большевики В северной И центрально Промышленной Естественно Что в наиболее Развитых Капиталистических Центрах Всего Слабее Были Промежуточные Элементы Стоящие Посередине Между Пролетариатом И Буржуазией Естественно Что в этих Центрах Всего Режче Была Классовая Борьба Именно Здесь Были Главные Силы Буржуазии Именно Здесь Только Здесь Пролетариат Мог Разбить Буржуазию И только Пролетариат Мог Разбить Ее На голову И только Разбив Ее На голову Пролетариат Мог Завоевать Окончательно Используя Такое Орудие Как Государственная Власть Сочувствие И поддержку Мелкобуржуазных Слоев Населения Данные О выборах В учредительное Собрание Если Уметь Ими Воспользоваться Уметь Их Читать Показывают Нам Еще И еще Раз Основные Истины Марксистского Учения О классовой Борьбе Между Прочем Эти данные Показывают Также роль И значение Национального Вопроса Возьмите Украину Пишущего Эти строки Некоторые Товарищи На последних Совещаниях По украинскому Вопросу Обвиняли В чрезмерном Выпячивании Национального Вопроса На Украине Данные О выборах В учредительное Собрание Показывают Что еще В ноябре 1917 Года На Украине Получили большинство Украинские СССР И социалисты 3,4 миллиона Голосов Плюс 0,5 Равно 3,9 Миллиона Против 1,9 Миллиона За русских СССР При общем числе Голосов На всей Украине 7,6 Миллиона На юго-западном И румынских Фронтах В армии Украинские Социалисты Получили 30% И 34% Всех голосов При 40% И 59% За русских СССР При таком Положении Дела Игнорировать Значение Национального Вопроса На Украине Чем очень часто Грешат Великороссы И пожалуй Немногим Менее часто Чем великороссы Грешат Этим Евреи Значит Совершать Глубокую И опасную Ошибку Не может Быть Случайностью Разделения Русских И украинских СССР На Украине Еще в 1917 Году И Как Интернационалисты Мы обязаны Во-первых Особенно Энергично Бороться Против Остатков Иных Бессознательных Великорусского Империализма И шовинизма У русских Коммунистов Во-вторых Мы обязаны Именно в Национальном Вопросе Как сравнительно Маловажном Для интернационалиста Вопрос о Границах Государства Простеростепенные Синдестистепенные Идти На уступки Важны Другие Вопросы Важны Основные Интересы Пролетарской Диктатуры Важны Интересы Единства И дисциплины Борющейся С Деникиным Красной Армией Важна Руководящая Роль Пролетариата По отношению К крестьянству Гораздо Менее Важен Вопрос Будет ли Украина Отдельным Государством Или нет Нас Нисколько Не может Удивить И не должна Пугать Даже Такая Перспектива Что Украинские Рабочие И крестьяне Попробуют Различные Системы И в течение Скажем Нескольких Лет Испытают На практике И слияние С РСФСР И отделение От нее В особую Самостийную УСССР И разные Формы Их тесного Союза И так далее И тому подобное Пытаться Наперед Раз Навсегда Твердо И бесповоротно Решить этот вопрос Было бы Узостью Или просто Тупоумием Ибо Колебания Непролетарских Трудящихся Масс По такому Вопросу Вполне Естественны Даже Неизбежны Но вовсе Для пролетариата Не страшны Действительно Умеющий Быть Интернационалистом Представитель Пролетариата Обязан Относиться К таким Колебаниям С величайшей Осторожностью И терпимостью Обязан Предоставить Самим Непролетарским Трудящимся Массам Изжить Эти колебания На собственном Опыте Нетерпимы И беспощадны Непримиримы И непреклонны Мы должны быть По другим Более коренным Вопросам Отчасти Уже указанным Мною выше Сопоставление Выборов В учредительное Собрание В ноябре 1917 Года И развитие Пролетарской Революции В России С октября 1917 Года По декабрь 1919 Дает возможность Сделать выводы Относящиеся К буржуазному Парламентаризму И пролетарской Революции Всякой Капиталистической Страны Попытаемся Изложить Вкратце Или хотя бы Наметить Главные Из этих Выводов Первое Всеобщее Избирательное Право Является Показателем Зрелости Понимания Своих задач Разными Классами Оно Показывает Как склонны Решать Свои задачи Разные Классы Самое Решение Этих Задач Дается Не голосованием А всеми Формами Классовой Борьбы Вплоть до Гражданской Войны Второе Социалисты И социал-демократы Второго Интернационала Стоят на Точке зрения Вульгарной Мелкобуржуазной Демократии Разделяя Ее предрассудок Будто Голосование Способно Решить Коренные Вопросы Борьбы Классов Третье Участие В буржуазном Парламентаризме Необходимо Для партии Революционного Пролетариата Ради Просвещения Масс Достигаемого Выборами И борьбой Партии В парламенте Но Ограничивать Борьбу Классов Борьбой Внутри Парламента Или считать Эту последнюю Высшей Решающей Подчиняющей Себе Остальные Формы Борьбы Значит Переходить Фактически На сторону Буржуазии Против Пролетариата Четвертое Такой Переход На сторону Буржуазии Совершают Фактически Все представители И сторонники Второго Интернационала И все Вожди Германской Так называемой Независимой Социал-демократии Когда Они Признавая На словах Диктатуру Пролетариата На деле В своей пропаганде Внушают Ему Ту мысль Что он должен Сначала Добиться Формального Выражения Воли Большинства Населения При капитализме То есть Большинства Голосов Буржуазном Парламенте Для имеющего Наступить Затем Перехода Политической Власти К пролетариату Все Исходящие Из этой Посылки Вопли Германских Независимых Социал-демократов И тому подобных Вождей Гнилого Социализма Против Диктатуры Меньшинства И тому подобное Означают Лишь Непонимание Этими Вождями Фактически Господствующей Даже в наиболее Демократических Республиках Диктатуры Буржуазии И непонимание Условий Ее разрушения Классовой Борьбой Пролетариата Это непонимание Состоит В особенности В следующем Забывают Что буржуазные Партии Господствуют В громадной Степени Благодаря Обману Ими Масс Населения Благодаря Гнету Капитала К чему Присоединяется Еще самообман Насчет Сущности Капитализма Самообман Более всего Характерный Для мелкобуржуазных Партий Которые Обычно Хотят Заменить Классовую Борьбу Более Или менее Прикрытыми Формами Примирения Классов Пускай Сначала При сохранении Частной Собственности То есть При сохранении Власти Гнета Капитала Большинство Населения Выскажется За партию Пролетариата Только тогда Она может И должна Взять власть Так говорят Мелкобуржуазные Демократы Фактические Слуги Буржуазии Называющие Себя Социалистами Пускай Сначала Революционный Пролетариат Не свергнет Буржуазию Сломит Гнет Капитала Разобьет Буржуазный Государственный Аппарат Тогда Пролетариат Одержавший Победу Сможет Быстро Привлечь На свою Сторону Сочувствие И поддержку Большинства Трудящихся Непролетарских Масс Удовлетворяя Их Насчет Эксплуататоров Говорим Мы Обратное Будет В истории Редким Исключением Да и при Таком Исключении Буржуазия Может Прибегнуть Гражданской Войне Как показал Пример Финляндии Шестое Или Иными Словами Сначала Дадим Обязательство Признавать Принцип Равенства Или Последовательной Демократии При сохранении Частной Собственности И иго Капитала То есть Фактического Неравенства При формальном Равенстве И будем Добиваться Решения Большинства На этой Основе Так Говорит Буржуазия И ее Подпевалы Мелкобуржуазные Демократы Называющие Себя Социалистами И Социал Демократами Борьба Пролетариата Разрушает Завоевывая Государственную Власть Устои И основы Фактического Неравенства А затем Победивший Эксплуататоров Пролетариат Ведет за собой Все Трудящиеся Массы К уничтожению Классов То есть К тому Единственно Социалистическому Равенству Которое Не является Обманом Говорим Мы Седьмое Во всех Капиталистических Странах Наряду С Пролетариатом Или С той Частью Пролетариата Которая Сознала Свои Революционные Задачи И способна Бороться За их Осуществление Имеются Многочисленные Несознательно Пролетарские Полупролетарские Полумелкобуржуазные Свои Трудящихся Масс Которые Идут За буржуазией И за буржуазной Демократией В том числе За социалистами Второго Интернационала Будучи Познавая Возможности Получить Удовлетворение Своих Насущнейших Нужд За счет Экспроприации Эксплуататоров Эти Свои Трудящихся И эксплуатируемых Дают Авангарду Пролетариата Союзников С которыми Он имеет Прочное Большинство Населения Но Завоевать Этих Союзников Пролетариат Может Лишь при помощи Такого орудия Как Государственная Власть То есть Лишь После Низвержения Буржуазии И разрушения Ее Государственного Аппарата Восьмое Сила Пролетариата В любой Капиталистической Стране Несравненно Больше Чем доля Пролетариата В общей Сумме Населения Это потому Что пролетариат Экономически Господствует Над центром И нервом Всехозяйственной Системы Капитализма А также Потому Что пролетариат Экономически И политически Выражает Действительные Интересы Громадного Большинства Трудящихся При капитализме Поэтому Пролетариат Даже когда Он составляет Меньшинство Населения Или когда Сознательный И действительно Революционный Авангард Пролетариата Составляет Меньшинство Населения Способен И низвергнуть Буржуазию И привлечь Затем на свою Сторону Многих Союзников Из такой Массы Полупролетариев И мелких Буржуа Которая Никогда Заранее За господство Пролетариата Не выскажется Условий И задач Этого Господства Не поймет А только Из дальнейшего Своего Опыта Убедится В неизбежности Правильности Закономерности Пролетарской Диктатуры Девятое Наконец В каждой Капиталистической Стороне Есть всегда Очень широкие Свои мелкой Буржуазии Неизбежно Колеблющиеся Между Капиталом И трудом Пролетариат Для своей победы Должен Во-первых Правильно Выбрать момент Решающего Нападения На буржуазию Учитывая Между прочим Разъединение Буржуазии С ее мелкобуржуазными Союзниками Или непрочность Их союза И так далее Пролетариат Во-вторых Должен После своей победы Использовать Эти колебания Мелкобуржуазии Так Чтобы нейтрализовать Ее Помешать ей Встать на сторону Эксплуататоров Уметь продержаться Известное время Вопреки Ее шатаниям И так далее И тому подобное Десятое Одним из необходимых Условий Подготовки Пролетариата К его победе Является Длительная И упорная Беспощадная Борьба Против Оппортунизма Реформизма Социалшовинизма И тому подобных Буржуазных Влияний И течений Которые Неизбежны Поскольку Пролетариат Действует В капиталистической Обстановке Без такой Борьбы Без предварительной Полной победы Над оппортунизмом В рабочем Движении Не может быть И речи О диктатуре Пролетариата Большевизм Не победил бы Буржуазию В 1917-1919 Годах Если бы он Не научился Предварительно В 1903-1917 Годах Побеждать И беспощадно Изгонять Из партии Пролетарского Авангарда Меньшевиков То есть Оппортунистов Реформистов Социалшовинистов И опаснейшим Самообманом А иногда Простым Надувательством Рабочих Являются Теперь Словесные Признания Диктатуры Пролетариата Вождями Немецких Независимых Или французскими Вангенистами И тому подобное Которые На деле Продолжают Старую Привычную Политику Уступок И уступочек Оппортунизму Примирение С ним Раболепство Предпредрассудками Буржуазной Демократии Последовательной Демократии Или чистой Демократии Как они говорят Буржуазного Парламентаризма И так далее 16 декабря 1919 Год Напечатано В декабре 1919 Года В журнале Коммунистический Интернационал Номер 7 И 8 Подпись Н.Ленин Редактор субтитров Корректор А.Егорова